Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В Самаре представители участковых избирательных комиссий начали поквартирный обход. Горожан информируют о сроках проведения выборов губернатора Самарской области. Вкусное и полезное спасение от жары. Как приготовить ягодный сорбет. Совет от шеф-повара ресторана. Как вести себя в случае возгорания. В летнем лагере «Авангард» подростков учили правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Какие курорты популярны у россиян. Динамика цен на отдых в конце лета. Время загадывать желания. Жители Самарской области в ночь на субботу смогут увидеть одно из самых красивых астрономических явлений. Пик метеорного потока Персеиды. Губернатор Дмитрий Азаров в день своего рождения работает в зоне СВО. Глава региона по сложившейся традиции передал гуманитарный груз воинским подразделениям, где служат земляки. Вода, амуниция, средства гигиены, а главное, дополнительные спецсредства и снаряжения привезены губернатором по запросам командования различных воинских подразделений. Об этом он рассказал на своей страничке ВКонтакте. Губернатор отметил, поддержка бойцов на передовой сегодня важна как никогда. Ведь именно российские воины сегодня защищают все, что нам дорого и свято. Право региона и страны на выбор пути развития своего настоящего и будущего. Во время поездки в зону СВО губернатор пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения, а также вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощи их семьям. За красоту, яркость и цвет самарских улиц отвечают специалисты муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз». Сотрудники заботливо высаживают растения на клумбах в парках, скверах, на аллеях и просто вдоль дорог, а затем ухаживают за ними на протяжении всего весенне-осеннего периода. Озеленение Самары проходит в рамках муниципальной программы «Цветущий город». Как ухаживают за высаженными цветами на аллее трудовой славы, увидела наша съемочная группа. Аллея трудовой славы на проспекте юных пионеров является одним из самых значимых монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Прогулочная зона с памятниками предприятиям, которые работали в военные годы, и стеллой, посвященной присвоению города почетного звания «Город трудовой доблести», украшена клумбами с различными рисунками из высаженных цветов. Общая их площадь более тысячи квадратных метров. Цветы мы использовали, значит, и тагетиса использовали, и сальви, и резини, и цинерария, и петуни, и катарантусов в этом году очень много достаточно. Вот также мы используем и в настоящее время много виолы, хотя мы раньше как бы от нее отходили, но в этом году она достаточно хорошо себя чувствует, ведет, и мы ее тоже используем. Чтобы аллея имела праздничный вид уже ко дню труда и ко дню победы, еще ранней весной специалисты спецремстрой зеленхоза в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» подготовили необходимую рассаду в теплицах и приступили к цветочному и ландшафтному озеленению. В последнее время приоритетным является высадка именно уже горшечных растений, которые уже сформированы, имеют цветоносы, они в отдельных специализированных контейнерах или горшочках, и именно высадка таких растений позволяет сразу создать клумбу в том виде, в котором она задумана. Всего в Самаре в этом году общая площадь цветников составила 38 тысяч квадратных метров. Это и клумбы, и зоны вдоль дорог и тротуаров, и вертикальные конструкции, которые обычно располагаются у памятных мест. Специалисты ухаживают за цветами весь сезон, вплоть до наступления осенних холодов. Поливают и пропалывают. Также убирают из клумб отсветшие растения и высаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего сезона выглядел эстетично. Эту работу самарцы замечают. Сажают, клумбы делают. Ну, видно, что работают. Классно, красиво, чисто. Чтобы город и дальше оставался цветным, ухоженным и аккуратным, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» просят жителей Самары относиться к высаженным растениям с уважением. Тогда большинство цветов смогут украшать город до поздней осени. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Большинство россиян понимают, что проходить диспансеризацию важно для ранней диагностики и профилактики различных заболеваний. И хотят, чтобы обследоваться можно было на работе. 77% хотя бы раз в жизни проходили диспансеризацию, причем каждый третий в этом году. Те, кто ни разу не проходил такое медобследование, говорят, что не могут найти удобное время для приема или отпроситься с работы. 88% респондентов уверены, что работодатель должен стимулировать сотрудников проходить профилактические медицинские осмотры. Тем более, что по закону каждый трудящийся имеет право на освобождение от работы на один рабочий день для этих целей. В Самаре представители участковых избирательных комиссий начали поквартирный обход граждан. Горожан информируют о сроках проведения выборов губернатора Самарской области. О том, где территориально будут работать избирательные комиссии, раздают информационные письма. Вместе с представителями избиркомов на обход отправилась съемочная группа событий. Жительница Самары Елена Финютина всегда ходит на выборы. Так же поступают и члены ее семьи. Женщина считает, что нельзя пренебрегать возможностью выразить свою гражданскую позицию. Я всегда хожу на выборы. Я считаю, что мы имеем это право и должны воспользоваться этим правом. Обязательно сходить. Но люблю ходить на выборы. Почему-то мне этот процесс приятен на самом деле. Добрый день. Мы представители участковых избирательных комиссий 32 марта. Мы хотим вас проинформировать о предстоящих выборах, которые пройдут у нас в сентябре. С начала августа представители участковых избирательных комиссий начали обход домов и квартир граждан. Их задача – информировать горожан о предстоящих выборах губернатора Самарской области. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября. Участки будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Донести до них информацию, где территориально находится участковая избирательная комиссия, как можно в какое время их посетить, ну и познакомить с кандидатами в губернаторы Самарской области. Представителям участковой избирательной комиссии номер 3208 предстоит обойти 1472 квартиры и частных дома. Посещают избиратели с 17 до 20 часов, когда люди возвращаются с работы. Информировать горожан будут до 18 августа. Второй этап начнется с 28 августа. Сейчас работает механизм «Мобильный избиратель». Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно в территориальную комиссию МФЦ или через портал госуслуги. Участковые комиссии присоединятся к этой работе с 30 августа. А заявление о желании проголосовать на дому можно подать в участковую комиссию с 31 августа. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Новый центр информационной помощи для избирателей. В Самаре на площадке нотариальной палаты начала работу «Горячая линия» областного общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Жители области смогут получить ответы на вопросы, касающиеся избирательного процесса, или сообщить о замеченных нарушениях. Как обратиться к специалистам, расскажем в нашем сюжете. Вы можете подать заявление и, соответственно, проголосовать по месту пребывания. Уже в первые минуты работы специалисты «Горячая линия» Самарского областного общественного штаба независимого наблюдения за выборами получили несколько звонков. Новый информационный центр в помощь избирателям открылся в нотариальной палате Самарской области. Здесь уже в девятый раз открывают «Горячую линию», поэтому специалисты имеют необходимую юридическую подготовку. И готовы ответить на любые вопросы, касающиеся избирательного процесса. Это позволяет тут же заданный вопрос проанализировать, дать на него компетентный с юридической точки зрения ответ. Если это требует участия государственных органов власти, то у нас существует связь, которая нам позволяет все вопросы решать очень комфортно для обращающегося в положительном всегда ключе. Позвонить на «Горячую линию» можно по телефону, указанному на экране, в будни и 9 сентября с 10 до 17 часов, а в заключительный день выборов 10 сентября с 8 утра до 8 вечера, пока будут работать избирательные участки. Также в любое время можно написать на электронную почту «гор.линия.собакаяндекс.ру». У специалистов «Горячей линии» можно узнать, к какому участку вы прикреплены и можно ли проголосовать в другом месте. Также можно сообщить о различных нарушениях избирательного процесса или о возможных препятствиях, которые могут помешать людям исполнить свой гражданский долг. Для этого существует пункт «Горячей линии», чтобы в свое время отреагировать, соответствующее обращение направить соответствующему лицу, ответственному за такие вопросы. И, как показывала наша практика, что меры принимались прям очень быстро. Такая работа «Горячей линии» направлена на доступность информации о выборном праве, повышение доверия населения к избирательному процессу, что, в свою очередь, должно обеспечить высокую явку на выборы. А это подтверждение того, что выборы станут прозрачными и легитимными. Они в достаточной степени профессиональные и ответственные, обладают необходимым уровнем знаний. И это позволило сейчас уже Нотариальной палате, опираясь на собственный кадровый ресурс, провести это важное мероприятие, необходимое для граждан в первую очередь, для наших избирателей. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке вне голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, СОП-председатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Как действовать в чрезвычайных ситуациях при пожаре? Как самостоятельно потушить возгорание и куда звонить, если самому не удалось предотвратить ЧП? Обо всем этом рассказали детям в летнем лагере «Авангард» представители Всероссийского добровольческого пожарного сообщества. Самые активные юные пожарные, которые участвовали в конкурсах и викторинах, получили призы. Подробности у нашего корреспондента. Вы смачиваете одежду и закрываете обязательно органы дыхания. Можно бы воспользоваться вот таким вот образом. В летнем лагере «Авангард» день сегодня прошел зажигательно. К подросткам приехали пожарные рассказать о мерах безопасности во время чрезвычайных ситуаций и показать, как теоретические знания применить на практике. В этой смене оказалось немало ребят, которые мечтают примерить на себя формы пожарных или спасателей. Рассказывает вожатая Полина Воеводина. Поэтому от участников практического семинара, где рассказывают, как предотвратить пожар, потушить возгорание и не пострадать, нет от боя. Акция проходит в рамках образовательной программы по выбору профессии. Ребятам рассказывается о каждом блоке профессии, разбираются. Ребята сами задают вопросы интересующие. Кроме того, у нас, конечно же, проходят разные мастер-классы, много интересных игр и мероприятий, которые направлены на профориентацию, чтобы развить себя, свои навыки и стать пожарным или работать в МЧС. Конкурсы, викторины, квесты. Представители Всероссийского добровольного пожарного общества отдыхающим летнего лагеря «Авангард» скучать не давали. За каждый выигранный старт участники получали подарки и сувениры. Будут учиться пользоваться огнетушителем, изучат боевую одежду пожарного, также попробуют в правильности произношения телефонных разговоров, когда в случае пожара ребенок должен сообщить о пожаре. Ребята очень активно принимают участие во всех конкурсах, во всех мероприятиях, не отпускают нас, просят провести еще и спрашивают, когда будет еще такая программа. Организовало противопожарную акцию в детском лагере «Авангард» Управление гражданской защиты администрации городского круга Самара в рамках городской муниципальной программы пожарной безопасности. Направлено на то, чтобы привить детям уже с малолетства знания по мерам пожарной безопасности элементарным, которые им в дальнейшем помогут в жизни, чтобы не случилось каких-то пожаров и других неприятных случаев, связанных с огнем. К сожалению, у нас по городу, по статистике, основными причинами пожаров является это неосторожное обращение с огнем и нарушение именно мер пожарной безопасности. Подобные противопожарные акции для подростков в этом году прошли во всех летних оздоровительных муниципальных лагерях Самары. Главное, что должны усвоить подростки. При возникновении пожара нужно срочно звонить по номерам 01-101 или 112. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и использовать ремни безопасности. Сейчас на территории Самарской области действует 761 комплекс автоматической фиксации правонарушений. Камеры не только фиксируют скорость, но они распознают отсутствие ремня безопасности на водителе и пассажирах, в том числе в темное время суток. Одним из функционалов данных комплексов является фиксация нарушений, связанных с применением ремней безопасности. Напоминаю участникам дорожного движения, административная ответственность за нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрена статьей 96 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и составляет в размере 1000 рублей. Госавтоинспекция напоминает, в обязанности водителя транспортного средства входит обязательное использование ремней безопасности во время движения. Перевозить непристегнутых ремнями безопасности пассажиров водитель также не имеет права. Причем, согласно правилам дорожного движения, к административной ответственности привлекается не водитель или пассажир, а собственник транспортного средства. Далее, коротко о других событиях дня. На трассе М-5 в Сызранском районе около Троекуровского аэродрома произошло ДТП. В попутном направлении столкнулись три автомобиля. Между двумя фурами оказалась «Лада Калина», водителя которой зажала в салоне. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд «Сызрани». При помощи бидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. Вечером 8 августа в Самаре пожарные тушили неэксплуатируемые строения по адресу Льва Толстого, 40. Сообщение о возгорании поступило в 22.41. Было установлено, что горят сараи на площади 80 квадратных метров. В целях безопасности из соседних домов было эвакуировано 20 человек. В 23.17 пожар был потушен, погибших и пострадавших нет. Для тушения огня привлекалось 8 единиц техники и 43 человека. Причина возгорания устанавливается. В России появился новый вид мошенничества. Жертвой киберпреступника можно стать при скачивании образцов финансовых документов в интернете. Об этом предупредили в Центральном банке. Злоумышленники специально выкладывают в сеть зараженные вирусами шаблоны, через которые активируют на чужих компьютерах программы удаленного доступа. Секретари-бухгалтеры, специалисты по налоговой, финансовой и другой отчетности часто ищут в интернете шаблоны документов. Этим как раз и пользуются хакеры. В дальнейшем с помощью программы удаленного доступа они меняют банковские реквизиты в договорах компании. Вместо данных получателя средств они указывают свои. Мошенники могут блокировать доступ к рабочим компьютерам и вымогать деньги за его восстановление. Для защиты от хакерских взломов компьютера в Центральном банке рекомендовали установить и регулярно обновлять антивирус. Настроить запрет на автоматическую установку и запуск разных программ. Обращать внимание на адрес сайта. Регулятор советует не заходить на сайты, если в его адресной строке нет значка безопасного соединения в виде замка. А перед загрузкой документов обращать внимание на формат. Новый материал для создания экологичных альтернативных источников электроэнергии создали российские ученые. Разработка позволяет снизить затраты времени и ресурсов на производство топливных элементов. Сегодня большинство электронных устройств и электротранспорта, мобильные телефоны, ноутбуки, электрические самокаты и велосипеды, электрокары и электромобили требуют постоянной перезарядки или замены источника энергии. Широко применяются щелочные и кислотные аккумуляторы и батарейки, но они содержат вредные вещества, поэтому их нельзя просто выбросить на помойку, а необходимо перерабатывать на специальных предприятиях. Рядом преимуществ обладают литий-ионные элементы питания, однако они взрывоопасны. Альтернатива кислотным, щелочным и литий-ионным источникам электроэнергии – системы с топливными элементами. Это источники тока, преобразующие химическую энергию топлива в электрическую напрямую. Это одни из наиболее экологически чистых генераторов электроэнергии, имеют достаточно высокий КПД и дают возможность использовать разные по составу виды топлива. 11, 12 и 13 августа электропоезд «Ласточка» будет заезжать на платформу имени Валерия Грушина. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Это связано с проведением международного фестиваля самопознания и здорового образа жизни «Протока». С расписанием можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. Во вторник из Самары не смог вовремя вылететь самолет до Санкт-Петербурга. Отправление воздушного судна задержали из-за проблем с двигателем. В 17 часов 5 минут при занятии исполнительного старта на взлетно-посадочной полосе экипаж воздушного судна доложил об отказе системы контроля работы первого двигателя. Из-за этого самолет был вынужден вернуться на стоянку своим ходом. Пассажирам не пришлось долго ждать вылета в северную столицу. Согласно онлайн-табло, аэропорта Курумыч рейс совместили с рейсом другой авиакомпании. Самолет отправился из Самары в 17 часов 46 минут. Через некоторое время он благополучно приземлился в аэропорту Пулково. От потрясающего Бирюзового побережья до Величественных гор. Турагенты проанализировали спрос на популярные заграничные курорты за два летних месяца и пришли к выводу, что Турция сохраняет лидирующие позиции. Кроме того, в первом полугодии 2023 года самарцы стали чаще путешествовать по России и странам ближнего зарубежья. О динамике цен на востребованных курортах в России и за рубежом репортаж Ольги Павловой. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Именно эти три направления, по данным туроператоров, наиболее востребованы у самарцев в этом сезоне. Популярность Турецкого берега обусловлена высоким уровнем сервиса, питанием все включено, чистыми бирюзовыми пляжами, пологими входами в воду и, по словам отдыхающих, одним из самых красивых и ласковых морей. Сюда обычно едут с маленькими детьми за яркой анимационной программой и возможностями, которые доступны малышам. Впрочем, несмотря на всю популярность турецких курортов, цены на пакетные туры в этом году вряд ли можно назвать умеренными. В этом сезоне отдых на двоих в турецкой пятерке по системе All-Inclusive обойдется самарцам в 100 тысяч рублей за человека. И это всего на 7 дней. Конечно же, в этом году цены гораздо выше, чем в прошлом, но и повлиял очень сильно курс доллара и евро, если мы говорим про заграничные туры. Если в прошлом году доллар примерно стоил 56, то в этом году практически 100 рублей. И, конечно же, это не могло не повлиять на цену образования. Чуть дешевле в этом сезоне обойдутся туры в не менее популярной у отдыхающих Египет. На Синайский полуостров можно слетать за 200 тысяч на троих. Кроме того, турагенты готовы развенчать миф о том, что три летних месяца для Египта не совсем сезонные. Напротив, за счет сухого климата жара там переносится гораздо легче, чем в Турции. Для отдыха в Египте летом туроператоры рекомендуют выбирать Хургаду. В этом регионе практически всегда комфортная погода в любое время года. А вот что касается Объединенных Арабских Эмиратов, которые по стоимости путевок догоняют Турцию даже летом, здесь отдых на любителя. В Эмиратах жарко, прямо очень жарко, вода очень теплая. Но есть любители Эмиратов, потому что вода 30 по 7-летний период. Сама ездила в сентябре буквально два года назад. И когда я заходила в 8 утра в воду, она у меня просто как горячая ванна казалась. Но у меня есть туристы, которые прям любят такую воду, любят такую погоду и все равно едут. Для тех, кому не нужен берег Турецкий и Африка, туроператоры подготовили множество путешествий по России и странам ближнего зарубежья. Как показало первое полугодие 2023 года, чаще всего самарцы выезжали в Абхазию, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан. Причем туры в Абхазию были раскуплены задолго до старта сезона. В Сочи примерно такая же ситуация, но получше. Там объектов побольше, да. Но все равно очень мало. И хорошие объекты даже типа бархатных сезонов, которые очень большого размера, даже в них нету мест на ближайшие даты, на ближайшие месяцы. И поэтому остаются те небольшие отельчики, которые с нижним уровнем, да, но за достаточно высокую цену. То есть получается на человека все равно 1060 будет стоить тур с учетом перелета. В этом году два наиболее востребованных направления, которые ежедневно набирают популярность – Калининград и Дагестан. Бывший Кёнигсберг отдыхающий выбирают как альтернативу Европе. За красивую архитектуру, пабы, похожие на заграничные, и за чистые пляжи с белым песком. Немало самарцев в этом сезоне успели слетать и в раскрученные блогерами и туроператорами Дагестан. Цена на туру начинается от 39 тысяч с человека. Там природа своей цепляет. Какие красивые там горы, да, то есть ущелье. Это очень красиво, впечатляет. Сама туда ездила в рекламный тур. Мы посмотрели и отели. Очень понравился Дербент. Город вообще не знала, что он такой красивый. У них построили фонтаны совсем недавно. Ну, зрелище, конечно, потрясающе. Не сравнится, конечно, с дубайскими фонтанами, но тоже очень красиво. Таким образом, если проанализировать динамику цен на туры в этом сезоне, популярная Турция, которая занимает лидирующие позиции, обойдется в среднем в 100 тысяч рублей за человека, Египет от 60 тысяч, Эмираты от 75 тысяч за одного. Порядка 60 тысяч придется заплатить человеку за недельный отдых в Сочи и Абхазии, и примерно в 39 тысяч рублей выйдет отпуск на 3-4 дня в Дагестане. Кроме того, турагенты напоминают самарцам, для того, чтобы не столкнуться с проблемами на таможне, уезжать за границу нужно, погасив все долги. Иначе отдых закончится, не успев начаться, что крайне омрачит настроение и ударит по карману. Особенно с учетом сегодняшних цен на туры. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. В Самаре температура бьет рекорды. В такую погоду каждый ищет способ спастись от жары. Отличный вариант – съесть ягодный сорбет. Это достойная альтернатива обычному мороженому. Как это сделать дома, и почему для приготовления десерта нужен жидкий азот, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Пьем, в основном пьем. Тонизирующие что-нибудь, арбуз, дыня. Ну, иногда окрошки, иногда мороженое. Мороженое съешь, сразу пить хочется. Вода. Только холодная вода. Лично я выплю ледяную воду. Прохладную жидкость, да и в тени как варится. Гуляем и в жару сидим дома. Мороженое, в принципе, арбуз. Лепим вот, дыня такой вот, прохладная. Мы едим арбузы, ходим на пляж, кушаем мороженое, пьем водичку. Летние дни вдохновляют на поиск оригинального десерта. Спасением от жары может стать сорбет, лакомство, которое появилось в Европе еще в 16 веке. Десерт, близкий родственник мороженого, не содержит молока и сливок, поэтому он легкий и низкокалорийный. И приготовить его проще, чем кажется. Покупаем ягоды. Малина – идеальный вариант. Ее можно сочетать с вишней, сливами, с мородиной, голубикой или ежевикой. По словам кондитеров, нет такого десерта для освежающего напитка, в котором малина была бы лишней. При выборе ягоды обращайте внимание на внешний вид. Главное, чтобы она была свежая, красивая, без всяких пятен. Сейчас вот в основном ягоду берут для варенья, стараются как бы, потому что в этом году вообще ягоды было очень мало. Люди стараются успеть взять, заморозить. Кто-то делает мороженое, многие спрашивают даже. Ингредиенты собраны. Вперед на кухню. Для приготовления сорбета также понадобится коктейль мохито. У нас он домашнего приготовления. В коктейль мохито входит мята, сок лайма, сахарный сироп и содовая. За основу можно взять и любой другой коктейль. Главное, чтобы он сочетался с ягодами. Первый этап у нас – мы измельчаем ягоды блендером, либо протираем через сито, но прежде нужно их тщательно промыть. Также добавляем немного воды и сахарный сироп для стабилизации кислоты. Следующий этап – мы протираем нашу ягодную смесь, дабы избавиться от лишних семечек. Но вы можете оставить их, если нравится вам эта текстура натуральных ягод. Теперь добавляем нашу домашнюю мохито. Достаточно. Перемешиваем. Смотрим, консистенция слишком густая. Еще добавляем. И перемешиваем. Консистенция должна быть как сока с натуральной мякотью. Не слишком жидкая и не слишком густая. Чтобы ускорить приготовление сорбета, используем жидкий азот. Его температура – минус 196 градусов Цельсия. Защищаем руки резиновыми перчатками, чтобы избежать ожогов. Если у вас нет жидкого азота, десерт можно убрать в морозильник. Какая консистенция крутая получилась. Выкладываем сорбет. Чтобы сделать аккуратные шарики, используем специальную ложку для мороженого. Десерт украшаем веточкой мяты, фруктовой чипсой и цветком гипсофилы. Наш сорбет готов. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской рассказывает о проектах благоустройства в действии. В Самаре продолжается обновление дворов. В Кировском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивают шесть территорий. Пять из них по губернаторскому проекту «Содействие». В начале недели двор по проспекту Карла Маркса 481 посетил глава района Игорь Рудаков. Совместно с активом дома осмотрел качество проведенных работ, обсудил текущие проблемы и пути их решения. Во дворе отремонтированы тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к входным группам подъездов, обустроена парковка. Жители совместно с управляющей компанией планируют следить за порядком во дворе, чтобы сохранить пространство в комфортном на долгие годы. Именно по инициативе жителей дворы получают новую жизнь. Совместно они принимают решения о необходимости благоустройства, подают заявку со специалистами районной администрации, работают над дизайн-проектом, затем наблюдают за процессом обновления. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в телеграм-канале напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Также оформление выплата доступно на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация Красноглинского района в телеграм-канале сообщает, что Следственный комитет Российской Федерации открыт для всех, кому нужна помощь, поддержка и защита. В структуре ведомства для этих целей работает информационный центр. Телефон горячей линии на экране. В зависимости от темы вопроса на звонки отвечают операторы линий номер один – ребенок в опасности, номер два – телефон доверия и справочная информация, номер три – остановим коррупцию, номер четыре – давление на бизнес, номер пять – для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей, номер шесть – для жителей новых регионов России, а также беженцев с Украины. Режим работы горячей линии круглосуточно, звонок бесплатный. На этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok